В этом году В этом году В этом году Вдохновившись желанием построить что-то новое Семьями переезжали Из городов сюда На юг Красноярского края И вот в 95-м году На месте будущего города В Лухой тайге Появились первые поселенцы Надо отметить, что в основном Это была молодежь и интеллигенция В общине по статистике Около 80% людей с высшим образованием Это бывшие военные Ученые Руководители предприятий Государственные служащие В общем достаточно успешные люди Одним из лучших рубщиков домов В то время был капитан первого ранга Командир подводной лодки А в административных делах общины Помогал переехавший среда жить Замминистр железной дороги И вот посреди тайги Стал возводиться город Который впоследствии Стал называться Обитель рассвета Помнится один случай Который можно характеризовать Как отношение людей К тем, кто пришел в город И к окружающей реальности Как-то раз я зашел в будущий город После пятичасовой ходьбы По нехоженной тайге С тяжелым рюкзаком Я был очень уставший Иду по тропинке И вижу пенек А рядом табличка с надписью Сядь на пенек Съешь пирожок Поднимаю перевернутую миску А там три пирожка Усталость как рукой сняло И благодарность и улыбка Наполнило все внутри Кто это сделал До сих пор не знаю Да это и не важно Надо сказать, что вообще Не живут вегетарианцы Но жесткого правила На этот счет не существует Поскольку учитель Только дает рекомендации Как лучше А человек волен сам выбирать Что ему принимать А что нет В общении Обрядовая часть жизни Занимает немаловажную роль Круги перед работой Или каким-нибудь другим действием С пением сломов И просьбой благословения У Бога на труд Давно повелась И продолжается до сих пор Пять раз в день Бьет колокол Во время которого Восстанавливаются все работы И у людей Есть возможность Помолиться И побыть в тишине А два раза в неделю Проходят литургии Одна из них В воскресенье С восхождением На храмовую вершину Восстанавливаются все работы Однажды, в самом начале строительства, был сделан рисунок будущего города. Его так и не завершили. Но кто мог подумать, что через 20 с лишним лет этот рисунок оживет. И вот прошел 21 год, и рисунок ожил. Появились 14 улиц, которые расходятся лучами от центра, с необычными названиями. Улица хрустальных врат, звездных полей, мерцающих тайн, улица Млечного пути. Из-за такого расположения улиц, город иногда называют городом солнца. В городе есть две окружных дороги, внутренняя пешеходная и внешне транспортная. Небольшие дома с необычными крышами как будто рассказывают о тех, кто там живет. И возле каждого дома всегда обелит цветов. Надо отметить, что цветы здесь рассажены повсюду, даже там, где никто не живет. В городе появилась инфраструктура, построена школа, спортзал, детский садик, амбулатория. Были созданы парковые зоны с прудами, скамейками и уютными качелями. Недавно в один из прудов выпустили карпов. При входе в город построены врата с символической надписью над ними. И не верится, что совсем недавно здесь была унехоженная тайга, и люди ходили по едва заметным тропам. Детям в городе уделяется пристальное внимание. Их здесь много. Построена детская площадка, детская спортивная площадка, школа, детский садик. Но лучше, наверное, обо всем этом расскажет Денис. Он по профессии ландшафтный дизайнер. Денис, скажи, какие у тебя планы, как специалиста по ландшафтному дизайну, облагораживание обители рассвета? Ну, я представляю себе наш город как большой цветущий красивый сад, где каждый дом имеет свою уникальную, интересную, оформленную территорию, исходя из внутреннего мира, его хозяев, где в украшении каждого сада используется максимальное количество плодово-ягодных деревьев, кустарников, чтобы они еще и кормили. Если представить, это как парк сады мечты, в который люди ходят отдыхать. Здесь только среда парка будет распространена, в моем представлении, на всей территории. То есть люди будут жить в такой среде, не ходить куда-то отдохнуть, а она будет окружать людей всех вокруг. Куда бы человек ни шел, он будет видеть прекрасные виды, красивые строения, посадки, живые изгороди. И любой вид будет представлять из себя некий такой пейзаж с разным наполнением, с разными стилями, кому какой нравится. Ну и, конечно, будет какой-то общий ансамбль, связывающий общий стиль, связывающий общественные территории. Жители города держат коз и куриц, поскольку есть понимание, что если ты что-то употребляешь в пищу, то должен сам это вырастить. И гугарей коня петухов утром в тишине выносит уютный штрих в атмосферу города. Субтитры создавал DimaTorzok Это Долина Слияния. Здесь проходит встреча с учителем. Она выполнена в форме амфитеатра и выложена камнем, который здесь и лежал. Просто его положили под рукой. Вершилось таинство вложения огня. И пусть это умножится многократно в нашем сердце. Сейчас, в эти мгновения, и каждый последующий шаг нашего праздника, пусть это накапливается, умножается и творит мир, мир новый, мир чудесный, мир, который позвал нас учитель в этот день. Замечательный, удивительный день. Начало нашего пути, пути веры. 17 августа – это первый день праздника добрых плодов. Он начался с восхождения детей на вершину горы и вожжения огня праздника. По традиции, день 17 августа посвящен Земле и обозначен как День Благодарения Земли. В этот день живущие в городе и пришедшие на праздник люди благодарят Землю Матушку за дары. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Праздничный огонь был принесен на праздничную поляну и установлен в Скинии. Дети в молитвенном состоянии поддерживали его до основного действия 18 августа. Женщины, проживающие в обиде или рассветы, традиционно принимают самое активное участие в таинствах этого дня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И земля, казалось, благословляла присутствующих редкими каплями дождя. Здесь травяной чай, который настоян на травах наших, которые со всей земли обетования собраны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 День завершился праздничным детским концертом, в котором участвовали дети из многих деревень этих земель. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Восхождение прерывалось остановками, во время которых пелись псамы. Туман, редкое пение птиц придавало восхождению орелу загадочности и таинственности. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Однажды, когда делали дорогу к храмовой вершине, был найден камень, на котором четко была обозначена буква «Ха». Теперь он лежит у входа на храмовую вершину. Субтитры подогнал «Симон» 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 В то время, пока на вершине горы звучала литургия, основная колонна пришедших на праздник, а пришедших в этом году было более трех тысяч, пришла в центр города. Откуда все двинулись в долину слияния, где должна была состояться основная литургия праздника. С высоты птичьего полета все происходящее выглядело особенно грандиозно. Посреди тайги вырос город. Там, где была нехоженная тайга, сейчас стоят красивые дома. Продолжение следует... 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 кольцевой города что он должен быть такой вот но это все схемы это все схема ориентировочно как это все будет выглядеть не мне сложно было представить до вечера каждый нашел себе занятие по душе кто-то пошел на озеро кто-то пошел осмотреть город а кто-то на праздничную поляну и прошли танцы народов мира барабаны скрипка и волынка и другие народные инструменты органично изучали среди тайги только что мы общались с Сашей Цветковым а сейчас поговорим с его сыном Григорием который ребенком сюда приехал с папой и мамой девяностые года Гриш думал ли ты о том что вот через двадцать лет вот в этой глухой совершенно тайги где 40 километров до ближайшего света в смысле там деревне где есть свет и думал ли ты что теперь можно по окружной дороге ездить на велосипеде что в центре города существует парковая зона что что есть какие-то пруды есть есть столько красивых мест в этом в этом городе теперь уже это можно точно назвать город но никто об этом не думал я думаю и не задумывался как это будет все просто отдавали все свои силы чтобы это построить конечно ну сложно было это представить в то время что это будет именно так вот но там же помнишь да был такой рисунок вот да я помню это ну как бы это все проговаривалось будет лучи будет там и парковая зона но как бы так как это был лес и все видели только лес поэтому как бы представить это там было очень сложно всего всего 20 лет ну всего или уже 20 лет или уже да это это кому-кому-кому когда для кого как для кого-то уже для кого-то всего для кого-то сегодня я уже появилась до семья двое детей просто коренной жители ребята дети которые здесь выросли до 1 и продолжают расти вот ближе к вечеру на уникальной сцене срубленный буквально перед праздником состоялся праздничный концерт на концерте выступили те кто когда-то выступал на больших площадках и у которых была карьера певцов танцоров а теперь они живут в тайге и как утверждают счастливы мы Хорошая погода, хорошая погода с утра Хорошую погоду в любое время года Рождает моя голова Рождает моя голова Куда уходят наши мечты Небо на плави Наполнены солнечным светом Мерселенской любви Не знаю я, как это сна Не пробудится Не хочется птицею света Пусть улететь Где моя мечта летит высоко Над облаками А где шепчу я празднесть Шепчу я празднесть И вот наступила кульминация праздника Колонна двинулась к долине слияния Красочный закат придал действию особой торжественности Субтитры создавал DimaTorzok Колонна с зажженными свечами пришла в долину слияния И под тихое звучание вокализов Все ждали прихода учителя Субтитры создавал DimaTorzok И вот в сумерках с пригорка спустился учитель Субтитры создавал DimaTorzok И в этой благословенной тишине Среди тысяч свечей Под далекий звон колоков Он долгим взглядом окинул пришедших С добрым праздничным днем Я как-то перед выходом неожиданно узнал Что 25 лет уже Надеюсь, что за это время Как-то смог оказаться вам полезным Не совсем давно Но в течение последнего времени Как-то Возникла мысль Как вы воспринимаете образ Когда все эти годы И как уже стало известно 25 лет Я всегда говорю вам Будьте счастливы Так вот А как вы воспринимаете Что такое быть счастливым Я немало говорил О том, что образы Это Слишком своеобразное явление в жизни Человека Под которым Очень легко Можем подразумевать Много-много всего Ибо даже в попытке Сказать о чем-то конкретном Обозначая Казалось бы Очень конкретными словами И то В представлении у всех Кто соприкасается С этими объяснениями Легко возникают Разные образы Того О чем Как будто бы Говорится Независимо от Объема деталей Упомянутых В этом случае А когда Не является Что-то конкретным А используется В прямую Сам образ Где И детали Как будто бы Никакие Не упоминаются Все воспринимают Образ Как Казалось бы Очень Понятное Явление Послушали Обрадовались Хорошее пожелание В голове Нет точного Образа Нет точного Понимания Я как будто бы Желаю вам Хорошее Нечто Что я имею Ввиду Но А вы Насколько Смогли За это время Правильно Понять Насколько Само Писание Формируемое Уже Столько Времени Достигшее Невероятного Объема Для Священного Писания Насколько Оно Могло Понять И поэтому В этот день Мне захотелось Немножко Уточнить Этот образ Как правило Быть счастливым Для человека Подразумевается Как нечто Эйфоричное Что-то Он улыбается Он какой-то Весь просветленный Он ощущается Какую-то Легкость Подъем Вдохновение Как будто бы У него нет проблем Море по колено Как правило Где-то В этой области Вы Пробуете Искать ответ Но это Не так Совсем Не так Это больше Относится То, что я Сейчас Проговорил Образ К восприятию Человека Потребителя Ведь человек В своей жизни Движется вперед Опираясь на свои желания Он желает То, желает Это И он Ориентируется На свои желания Но желание Это чувственный мир И он Как правило Прежде Основан На это Желание И этот Чувственный мир На его инстинктах Его Эгоистических Основах И оттенок Он Изначально Задается Не совсем Тот Который Следовало Преследовать Человеку Верующему Устремленному К неким Пока еще Очень непонятным Духовным Вершинам Даже вот Недавно Мне Захотелось Коснуться Таких сторон Когда Общаюсь С женщинами С кем-то еще Я пробую Упомянуть Вот когда Если позволить Вам Написать На листочке Все ваши Пожелания Что бы вы Хотели И они Будут иметь Одно свойство Как правило У всех Сколько бы Вы не Перечисляли Это будет Что-то Для вас Именно вам Бы хотелось Иметь Получить Достичь Приобрести Ну Научиться Но Именно Вам Хочется Для себя Основа Будет Одна И Та же Женщины Или Мужчины Хотят Себя Одни Хороших Мужей Другие Хороших Жен Но Не звучит Вперед Что мне Хочется Быть Хорошим Мужем Или Мне Хочется Быть Хорошей Кому-то Женой Это Два Разных Подхода К восприятию Реальности И Поэтому Ответ На Вопрос Как Достичь Счастья Как Стать Счастливым Или Как Можно Назвать Как Правильно Найти Дорогу К счастью Настоящему Счастью Эта Дорога Лежит Уже Не В Плоскости Для Вас А В Плоскости Для Кого-то Когда Вы Живете Для Кого-то То есть Вы Должны Научиться Быть Полезными Это Главная Особенность Духовного Пути Быть Полезными Для Окружающих Когда Вы Не Ищете Друзей Когда Вы Не Пробуете Рассмотреть Ближних Насколько Они Вам Полезны Это Больной Взгляд От Этой Болезни Нужно Лечиться Большим Духовным Трудом Подвигом Но Когда Вы Стремитесь Быть Друзьями Другом Кому-то И Тут Нужно Правильно Сориентировать Самого Себя Научиться Быть Полезным И По крайней Мере Начать Определять Способность Свою Быть Полезным Тут Тоже Уже Нужно Быть Внимательным Изначально Если Вы Будете Пробовать Определять Свою Полезность Оценивая Свои Старания Вы Вы Будете Полезным А Вы Прежде Старайтесь Именно Это Делать Определить Свою Полезность Можно По Людям Насколько Им Приятно Общение С вами То есть Быть Полезным По Настоящему Возможно Только В одном Случае Когда Вы Утихометите Урезоните Как-то Так Урежете Свою Значимость Когда Вы Научитесь Ее Перешагивать Попробуйте Ее Не Замечать Попробуйте Не Поддаваться Ее Естественному Позыву Примитивному Естественному Изначально От Природы Данному Потому Что Значимость Это Прежде Возможность Для Человека Утверждаться В жизни В Агрессивной Какой-то Среде Ему Нужно Утвердиться Потому Что Когда он Значим Его могут Он может Может быть Как-то Использован На него Будут Опираться Ему Будут Доверять Что-то То есть Он Начинает Какую-то Играть Интересную Роль Видную И Это Дает Много Бонусов Жизненных Таких Своеобразных Поэтому Хочется Быть Значимым Хочется Сделать Что-то Громкое Яркое И В молодости Именно Это В организме В психике Человека Очень Действенно Проявляется Человек Очень Боится Что-то Может быть Важное Пройдет Мимо Он Так И ничего Не поймет Не успеет Он Начинает Бегать Кричать Шуметь Как-то Демонстрировать Что-то Значит И Увлекается По жизни Дальше Опираясь Прежде На свою Значимость Которую Как будто Бы Надо Утвердить Поэтому Если Вы Со Значимостью Правильно Изначально Не Начнете Разбираться То Вы Не Сможете Приносить Пользу Стараясь Помочь Кому-то Вы Начнете Демонстрировать Свою Значимость Вы Будете Пробовать Доказать Ближнему Что Вы Полезны Неизбежно Это Будет Происходить Отсюда Естественное Легко Предсказуемое Последствие Если Ближние Не будут Показывать Вам Что Вы Действительно Полезны И Как-то Будет Выражать Какое-то Недовольство Не Замечать Ваши Усилия Вы Будете Обижаться Вам Будет Грустно Вам Будет Как-то Больно Не Уютно Где-то Будет Даже Проскальзывать Какая-то Озлобленность Будет Некомфортно И Вот Это Именно Наличие Некомфортности Яркий Явный Признак Что Вы Пробуете Доказать Ближним Свою Значимость Свою Некоторую Якобы Полезность В этом Случае Вы Не Пойдете В Правильную Сторону Это Невозможно Будет Это Противоречащее Явление Если Вы Будете За него Держаться Вы Неизбежно Будете Искать Виновных На стороне Если Вас Не Замечают Если Вас Критикуют Вам Будет Очень Некомфортно Вам Будет Внутри Все Зудеть Вам Будет Желаться И Выскочить Из этой Компании Где Вас Критикуют То есть Вам Как-то Не Очень Нехорошо Будет Но Это Зудит Ваша Значимость То есть В этом Случае В вашем Всех Этих Некомфортах Внутренних Ощущениях Неприятных Вечно Будут Виноваты Люди Которые Вас Почему-то Никак Не поймут Вы Такой Умелый Вы Так Много Как будто Вы Можете Они Не Понимают Безобразники И Вы Страдаете От Этого И Поро Очень Трудно Вам Донести Что Подход То Должен Быть С другой Стороны Вы Же С детства Привыкаете Двигаться Вот Так Как Сейчас Мы Уже Осветили Это Естественные Порывы Которые Как Правило Остаются У Человека По Всей Жизни С Ним Поэтому Быть Полезным Это Не Демонстрировать Свою Значимость Не Вынуждать Других Как-то Доказывать Признавать Ваши Полезности Какие-то Которые Вы Как будто Вы Являете А Когда Вы Скромно Стараетесь Помочь И Вот Тут Уже Понимают Ли вас Не Понимают Вас Нельзя Будет Расстроить Вы От Скромности Вы Учитесь Помогать Вы Учитесь Быть Полезным Ну да Ничего Не все Может Легко Получиться Ну да Не заметили Значит Точно Еще Пока Не Получается То есть Правильный Подход Не Позволит Вам Расстраиваться От Того Что Вас Критикуют Ближние Может Быть Поможет Вам Еще Простой Образ Сейчас Если Так Вот На Скидку Привести Ну Бросает Баскетболист Мяч В какую-то Корзиночку Там На щите И вот Он пробует Старается Все Сделать Технически Грамотно Так Скажите Хороший Баскетболист Он как Определяется Потому Как он Старается Бросить Мяч Или Насколько Часто И точно Он попадает В корзину Конечно При таком Вопросе Вы Как будто Вы легко Сориентируетесь Скажите Ну конечно Если он Старается Но не Попадает В корзину Он Не может Быть Хорошим Спортсменом Каким-то Баскетболистом Главное Попасть В корзину И достаточно Регулярно Из разных Там Положений Вверх ногами Или боком Или лёжа Или спящий Когда он Лежит Вот Тогда Уже Мастер Он Даже Не Смолит А Бросил Попал То есть Результат Ваш А не То Как Он Старается Не То Насколько Он Старается Точно Сделать Каждое Своё Движение Так Вот Когда Вы Недовольны Ближними Которые Вас Критикуют Вы Похожи На Такого Баскетболиста Который Швырнул Мячик Не Попал И Стоит И Ругается На Корзину На Щит Ему Касса Щит Как-то Неправильно Сдвинулся В этот Момент Вы На Таких Становитесь Похожи Это Реальность Поэтому Присмотрите В те Моменты Когда Контактируя С Ближними Вас Начинают Как-то Критиковать Какие-то Подсказки Делать Получать Выражать Вам Недовольство Вашими Действиями Так вот Присмотритесь Как Вы Реагируете На Это Если Вы Обвиняете Этого Человека Вы Пытаетесь Увидеть В нем Как Какого-то Предителя Свообразного Которого Все Никак Упорно Не Видит Вас Не Видит Ваших Шагов Никак Упорно Не Хочет Вас Оценить По Достоинству Ну Вы Ругаете Корзину Как Батт Стоит И Уперся В эту Корзину Грозно Смотрит Долгает Упорно 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 Ну Это Глупая Картина Получается Вырисована Ну Так Не Ведите Себя Глупо Поэтому Будьте Внимательны Еще Разок К Тому Как Вы Реагируете На Что-то Связанное С Критикой Вашу Сторону Если Вы Скромные И Смиренные Вас Это Не Может Обидеть Вы Понимаете Что Вам Говорят Правду У Вас Не Получается Пока Вас Выругали За то Что Вы Пытаясь Помочь Уронили Там Ведро На Ногу Вместо Чтобы Поднести Там Подать Человек Уронили Больно Стало Ну Поругал Ну Действительно Вы Не Уклюже Что-то Сделали Но Это Не Унижение В Это Реальность Вы Действительно Пока Что-то Делаете Не Уклюже Это Не Страшно Это же Естественно Вы Учитесь Чему-то Значит Начинаете С Чего-то Где Что-то Вы Не Умеете Ну И Зачем Обижаться На То Что Вам Говорят Что Вы Это Не Умеете Так Вы Действительно Не Умеете Почему Это Вас Так Расстраивает Расстраивает Может Только Если Вы Уцепили Судорожно За Свою Значимость От Значимости Очень Не Хочется Быть Таким Не Умелым И Там И Там Это Она Начинает Вас Соблазнять На Какие-то Ненормальные Умозаключения Рассуждения И Соответственно Действия Впоследствии Когда Вы Начинаете Предпринимать Шаги Совершенные Неуместные Мешающие Вам Нормально Формироваться Поэтому Если Вы Торопитесь Ругать Окружающих Потому Что Они Вас Не Понимают Еще Раз Подчеркиваю Потому Что Они Как Будто Бы Упорно Вас Не Замечают Или Стараются Поставить Неудобное Положение Чего-то Вам Запрещают Чего-то Не Дают Чего Как будто Вы Заслуживаете Если Вы Так Не Готовите На Них И Определяете Их Такими Виновниками Вы Не Идете В Правильную Сторону Вы Очень Сильно Замлаждаетесь И Тогда Ваши Слова Любви К Истине О Том Как Вы Дорожите Истиной Как Вы Любите Бога И Славите Стремитесь Его Это У Вас Пустые Слова Это Больше Похоже На Слова Лицемера Говорит Красиво А В Делах Сердце Полно Обиды И Злобы Скромность Смирения Вечное Напоминание Которое Я делаю Когда Я проводил Образ О полянке Смирения Где Любовь Ваша Попытка Зайти По Настоящей Духу Пути Духовного Развития Куда-то Быть Может Начаться Только С этой Полянки Которую Вы Осмыслите Поймете Успокоитесь Возьмете Себя Правильно В руки Организуете И Пойдете Тогда Сможете Потом Подниматься Если Вы Так С этой Полянкой Еще Не Подружились Все Ваши Ощущения Что Вы Хоть Что То Значите И Куда-то Поднялись Ложные Вы Никуда Не Поднялись Кто-то На Палку Залез Кто-то На Ведро Стал И Уже Чуть Вроде Выше Стал Кого-то Начинает Грозно Брови Сдвигать Он Писание Хорошо Знает Это Смешно Грустно Смешно Пока Вы Не Слезете С Этих Предметов Вы Не Начнете Восходить В Гору Тем Более Находиться На Каком-то Предмете Можно Одновременно Ощущать Что Вы Выше Кого-то Пока Мимо Вас Проходят Те Кто Только Начинает Восходить Вы Просто Уже Запрыгнули На Ведерко На Ящичек И Уже Выше Они Пока Идут Пологий Склон И Только Через Время Какое-то Вы Увидите Что Они Стали Выше Вас А У вас Никак Не Удается На Этом Предмете Стать Выше И Пока Вы Опять Не Слезти С Не Этого Предмета Вы Не Сможете Начать Восходить Разберитесь С Этой Частью Своего Существа Быть Полезным Ближним Это И Счастье Когда Вы Стремитесь Быть Полезным Вы Не Ищите Благодарности Люди Могут Как бы Так Даже Те Кому Вы Действительно По Настоящему Полезны Сразу Могут И не Оценить Вашу Полезность Но Они От Вас Не Уйдут Даже Если Как-то Время Вас Разводит Они Будут Стремиться К Вам Интуитивно Они Будут Чувствовать Что Вы Им Нужны Что Рядом С Вами У Них Что Все Так Появляется Важное Без Чего Трудно Жить То есть К Хорошим Людям Всегда Тянутся Им Не Надо Себе Доказывать Как Товар Что Вот Они Вот Такие Хорошие Не Надо Ценник Выставлять Их Найдут И без Всего Этого Без Сей Этой Мишуры Их Найдут Чутьем Потому Что С Ними Приятно С Этими Людьми Так Вот Станьте Теми С Кем Другим Приятно Общаться Быть Приятно Я Понимаю Что Не Всем Можно Угодить Есть Много Разных Отклонений Непростых Которые Долго Могут Человека Штормить Ему Трудно Будет Найти Что-то Правильное Но Это Уже Исключение В данном Случа Нет Смысла Говорить О деталях Которые Связаны С Какими Исключениями Я говорю Об основе Основе Основ А когда будем Говорить об Исключениях Это будет Отдельная Тема Вы будете Пробовать Разобраться Если что-то Окажется Непонятно Вы спросите Я поясню Обязательно Помогу Но Основу От которой Надо Оттолкнуться Не Забывать Поэтому Наблюдайте Как Ближним Приходится Себя Ощущать Рядом С вами Не Торопитесь Им Навязывать Свои Мнения Суждения Свои Гениальные Умозаключения Не Надо Будьте Хорошими Друзьями Смотрите На них С пониманием Воспринимайте С пониманием Ну и Если Удастся Подставьте Плечо Поднесите Кружку Воды Ничего Не Получая Не Навязывая Стараясь Сделать В нужный Момент Даже Если Поругают В ответ Что-то Недопоймут Это Нормально Вы И Дальше Будете Стараться Быть Другом Для Них Правильно Устремленного Быть Полезным Можно Расстроить Только Если Нет Кому Помогать Вот Если Он Оказан Небитаемом Остром Расстроится Не от Того Что Он Затерялся И Теперь Его Никто Не Спасет А Ему Некому Помочь Он Может Побегает Просто Но Хоть Кому То Я Могу Помочь Как-то Так С Этой Идеей Они Так Вот Найдут Меня Не Найдут Такого Очень Ценного Очень Важного Так Жить Хочется Поэтому Когда Я Буду Опять Говорить Будьте Счастливы Готовьтесь Большому Труду Надо Потрудиться Победить Себя Научиться Быть полезным И вот Это Ощущать Удовлетворение Вы Нужны Другим Людям Вы Нужны Им Это Большое Счастье Это Трудный Путь Особенно В этот Период Времени Но Он Истинен Очень Надеюсь Что Вы Сможете Тем Правильно Воспользоваться В этом Смысл Быть Верующим Духовно Расцветать Становиться Человеком С большой Буквы Когда Именно И происходит Истинное Становление Человека На этой Земле Ну вот А теперь Мы соединимся В тишине Приятно иметь Тех С кем Есть О чем Помолчать На этом Завершим До встречи Друзья Не теряйтесь Грузно Видите Как Вы Порой Скользите Тяготерите Потеряются С праздником Друзья 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 Субтитры создавал DimaTorzok